Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд в дружной компании. Много у нас сегодня новеньких, готовеньких. Сейчас всех ознакомлю. За спиной у меня Алян. Здорово, мой подписчик. Сзади у нас Костян. Здорово, мой подписчик. Дальше, вот супружеская пара Алия и Дмитрий. Тоже наши подписчики. Ну и всем известен вот этот вот бородач. Сегодня у нас какие приборы? Деус. Квинокс 800. Диман. 800. Ну, борода у тебя какой? Я с Ванишем. Сын Ярик ходит с теркой. Говорят, у вашей Ваниши говно. Ярик правил. Да, сказал. Хочу подарить. Да, ребята, мне блогерам быть очень хорошо. Нравится, потому что ребята привозят мне подарки. Спасибо. Ребят, победа. Самый лучший блогер. 1893. И это моя монета, поняли все? Ну, почти дата рождения. Нет. Сейчас скажешь, что это... Нет, иди, иди. Смотри, классно. Ага, все. Спасибо очень. Обнимашки. Встать. Суд идет. Встать. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Нет, а через две смены отпахал, и я устал. Встал. Случайно не слышно. Но никто не на смеси. Что ждет впереди. Взлет. А вот обратно. Как в фильме, ребята. Назад. В будущее. Машина у него... А это было... Назад. Назад в прошлое. Возвращение. В принципе, сегодня не густо, но и не пусто. Отдохнули, самое главное. По видеосюжету вы видели. Классно. Ну и что, ребята. Находки посыпались. У Сани выпал прям это сверху. Глазами нашел. Сорок шестой год. Три копейки. Вот. И... У Костяныча. Здесь копеек щитовик. С щитовичем, да? С первой. О, щитовички. Щитовички. Щитовички интересные. Рамочники уже банально, а вот щитовички класс. Судя по рельефу, наверное, тридцать первый год. Тридцать первый год, наверное, да? Тридцать первый год. О, я даже не посмотрел, а знаю. Так, у тебя там что? Все. Диман, медяшечек. Сейчас скоро будем. Медяшечки. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть там еще сейчас. Пару минут. Ладно, подождем пару минут. Итак, ребята, сигнал хороший, бодренький был. Я позади огорода вхожу. И вот на веревочке, да? На веревочке выпала у нас пуговка. Пуговка орлянка. Обычная. Ну, в принципе, хороший сохран, да? Смотрим, да? Сохран хороший. Бодрый. Зачетный сигнал, зачетная находка отправляется в наш кармашек. Ветер, прячусь. Ребята, а я ошибся. Это не простая орляночка. А на пушках. Я вам говорил, что у меня нет таких пуговиц в коллекции. И вот тебе, на тебе, последние копы, это уже третья. Надо почаще говорить, что у меня чего-то нету. И земляной дед мне подбрасывает. Вот такая зачетная. Отправится в коллекцию. Ну что, ребят, наконец-то. Крупненькая. Кругленькая. Без дефектов. Что за монета? По размеру двушка. Нет, ребят, это у нас 3 копейки. Год даже можно не чистить. 24-й год. Ну, небольшая зеленка имеется, присутствует. Возможно, это из дома. Здесь вот фундаменты стояли. И фундаменты трактора двигали. И фундаменты практически здесь вот все растянуто. И вот здесь вот монеты. Монеты, монеты, монеты. Ну, так что, ладно. Дерешечка отыскалась. Приятно, крупные монеты соберут? Приятно. Итак, ребята, на фоне этого червячка у меня еще один червячок. Шучу, не червячок, а монетка. Монетка. Блин. Цепанул я ее немножко. Так, 1924 год. 2 копейки. Камеру прячу. Ребята, у нас, как обычно, на этой деревне ветер. И получается как-то вот так вот. Ветер фигарит еще. Такая монетка. Медь. Хожу так же. Между дымовыми ямами. Немножко сместился назад. И вот. Результат. Хорош, хорош, хорош. Ну что, ребята, еще одна команда уезжает домой. Санек, первый раз приехал. Как говорится, белый воротничок сегодня взял лопату в руки. Понравилось, понравилось, говорит, необычно, классное хобби. Стасян уже не первый раз. Стас, что скажешь? Первый год. Все как обычно. Блин, приехал утром, блин, в обед уезжает. Ну, что это за копы? Это вот такие вот чистопливые у нас есть. Вот. У Санки находки были классные. В принципе, там советики, советики. Ну, для первого раза классно. А у Стаса там полкопейки. Шикардос. Ясно. Ну, находки я не буду показывать, ребята. Там банально. Советы, советы. А наши находки я покажу вам. Царские. Осталось немножко машин, ребята. Немножко. Итого было у нас сегодня сколько? Восемь. А вчера, блин, вообще кошмара было. Итак, походил, ребята, я по полям. А здесь вот шурф у нас продолжается. И уже вот такие у нас успехи. Ходим по дровам. Ребята загорели. В этой части, ребята, советики в основном идут. А там тайки. А у Костяна царики. Ну, я на обзоре вам покажу, что он тут нашел. Ребят, вот он этот легендарный прибор. Который сегодня натягал достаточно много монет. Вот одна из них монет. Это 3 копейки. 1905-й. Да, 1905-й. Ну, неплохая. Хорошая. Хорошая монета. Зачет. Зачет. Ребята, успел к интересной находке. Здесь советы в основном. А это, видите, царская монета. Копеечка. 1901-й год. Ну, в принципе, такая бодренькая. Сохран бодрый. Зачет. Зачет. Ребят, находка. Мы ее немножко чистили. Чистили, чистили. И дочистили. Вы скажете, и чего, да? Копейка она и в Африке копейка. Тем более, 24-й год. Сохран такой бодренький. Но, смотрите. Чистили мы именно гурт. Гурт гладкий. Гладкий гурт. И такая монета уже не рядовая. И уже хороших денег стоит. Три рубля не надо. Три рубля озвучивать, да? Ну, а вы уже знаете. Потому что цену я вам уже приложил из каталога. Зачетная находка. Поздравляю, камрада. Ну, а мы продолжаем. Ребят. Любопытная, интересная находка. Сделанная в Чебаркуле. Чебаркуль это что у нас? Челябинск. И это, ребята, предполагают, что это Челябинский метеорит, который нашли в озере, да? Смотрите, ребята. Он пищит, как серебро на металлоискатель. Он не магнитится. У нас есть компакс. Он у нас рабочий. Смотрите, подносишь. И он у нас меняется. Видите, да? Двигает стрелочку. Правильное наше мышление, ребята? Это метеорит? Пусть кто знает, отпишет. Да, вещь тяжелая достаточно. Структура интересная. Вот, если есть желающие, напишите, что это. А также, если найдутся желающие, понимающие в этом деле, обращайтесь за такой вещицей. Исторически действительно факт. Метеорит Челябинский. Можем договориться о цене. Зачетно. Сейчас находки, ребята. Находки. Итак, ребята, пришло время попрощаться. Ну и, конечно, под завершение обзор находок того, чего мы накопали. В принципе, сегодня не густо, но и не пусто. Откопали немножко того, сего. Сейчас общим обзором вам покажу находки. Я ходил по верхам. Пацаны, кое-кто, шурфил. В общем, все практически находки именно благодаря шурфам. День получился удачный тем, что познакомились с новыми людьми. Отдохнули на слабо. Очень на слабо. Тем, что... Вон, видите, да? Взлетная площадка. А это у нас посадочная площадка. В общем, классно отдохнули, повеселились. Люди у нас адекватные, все живые. Возвращаемся домой. В полном порядке. Ну, а сейчас находки. Кстати, хочу похвалиться. У меня снова перепало. Снова были мне подарки. Снова приятные вкусняшки. Ну, и давайте посмотрим. Осталось нас совсем чуть-чуть. По находкам у нас получилось вот так. Получилось вот так вот. Давайте с шмурдяка зажигалочка. Серебряная. Интересно то, что в белом металле. Ну, серебро, не знаю, сомневаюсь. Металлоискатель не врет по сигналу. Еще металлоискатель, еще газ может врать. Так, пуговки, гирьки. Прикольные. Раз, легкая гирька, два. Зачетная. Запонка интересная. Да, ребят, запонка очень интересная тем, что это ранние совсем советы. Ранние, ранние. Я такие как бы запонки не встречал. Рабочая, причем, ребят. С эмалью. Так. Кусочек серебра. Сигар. По монетам, что можно отличить. Убитый царь. Царь, 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 царь. Советы, советы. Двадцать четвертый. Двушка, трешка. Так. Серебро, ребята. Двадцать копеек. Царские серебряные монеты. Класс. Царица полей двадцать пятого года. Вот. Дальше. Две пуговки орлянки. Одна на пушках. Зачетный персень. Тем, что, смотрите, видите, белый камень. Белый. Но когда вот так вот смотришь, он красный. То есть он меняет цвет. Приятная находка. И попрошу вас написать, что такое за отверстие. Очень любопытно, для чего это. Вот. Еще есть вкусняшки, ребята. Это копейка двадцать четвертого года. С гладким гортом. Стоимость я не знаю. Но вы уже знаете. Я озвучил уже. Вот так что вот так вот. Сережа просил ложечку. Так что ложечка будет у Сережи в чайной тарелочке. Чай пить. Да. Всем на зависть. Да. Ну, вот уже с камушком вроде персень. Поговорил сам. Да, и вот еще персень. Камушек все-таки какой-то проглядывается. Не знаю, может быть окисел? Да, вроде камушек. Да-да-да, камушек. Вот такая еще у нас диковинка. Ну и в целом, в принципе... Камни нет. А это это. Предмет у квадратского упряжения. Это конина. Здесь тоже камушек вставляется. В основном красный. Так что вот так вот. Кстати, сейчас Камрад Диман еще остается. Он будет копать. Не, я поеду с вами. С вами. Ну, а что ты... Ну, а что ты своей находке не показал, ешкин кот? Да? А, давай-давай. До кучи, ребята, до кучи. Что у нас тут Диман наковырял? Ух ты, красавчик, а. Приехал, ребята, сегодня утром. Пятак. 24-й, верховой. Трешка. 24-й. Копеечка. Шикарная вообще. Ребята, я даже вот так вот на свету поиграю. Смотрите, какая шикарная. Вон, 3000. 3000. Ребята, вот эти копеечка 24-го года. Я считал, что 3000, минимальная цена. 3000. Дальше возвращаемся. Серебрушка. 24-й год. Сохран вообще бодрый, да? Вообще огонь. Дальше. 32-й год. 32-й. Блин. Иногда камеры промахивались. 20-ка. 33-й. Пятачок. 31-й. Пятачок. 31-й. Трешка. 31-й. А ну-ка, давайте перевернем и посмотрим на разновид. Па-бам! С СССР. Круглые, ребята. Круглые. На прошлом копе мы овальные откопали. Стоимостью 25 тысяч рублей. Так, это у нас от петлицы. Железнодорожная, инженерная миска. Так, ну, в принципе, остальное все серебряные. Так, а что у нас? Копейки. Это, наверное, копеечка. Молдики, вон там, все это серебряные. И колечко. Печальные. А это обучальные. Ну, это тоже сереброшу? Нет, это латун. В принципе, неплохо. Монеты делали, которые вырубошили. В принципе, неплохо. Ну, ладно. Это все монеты Эмдемана шурфа. Шурф давал, давал, давал. Вкусняшки, да? В принципе, нормально. От шурфа. Ну, и все, пацаны. Все. Пока-пока. 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 До новых встреч, ребята. Субтитры субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok